Дальше, where, где, похоже немножко на вера, да, where, вера, либо где вера, если у вас есть ваша вера знакомая, если вашей веры знакомой в принципе никакой нет, ассоциацию делайте через священника, который там, воздевая руки к небу, говорит, где же ваша вера, where, где вера. Дальше, when, вена, когда поедем в Вену, делайте прям вот такую связочку, когда поедем в Вену. Кто начинает, очень трудно запомнить эти слова, потому что они ни к чему не привязаны, поэтому делаем вот какие-то такие вот ассоциации, подводим. Дальше, why. Представляем себе такого, у кого-нибудь узбека или таджика, он говорит, why, 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 зачем так делаешь? Или почему так сделал? Why, 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 почему так сделал? Так, и which, ну это дикая ассоциация, стоит два человека, и вы говорите, который из них ВИЧ инфицированный? Да, зато запомните, который из них ВИЧ инфицированный, which. Итак, какой, what, что там, водка, where, где же ваша вера, или просто где вера, when, когда мы поедем в Вену, это чтобы с русского можно было вспомнить, why, 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 почему так делаешь, да, и which, который из них ВИЧ инфицированный. Вот так запоминаю слова. Так, поехали, возвращаемся к местоимениям. Так, если не успели переписать, можно в перерывчике найти и переписать, хорошо? Так, мы еще делать обзор будем по ним. Так, значит, это были вопросительные местоимения, я сейчас их здесь прописывать не буду, мы их там прописали. Есть указательные местоимения, их всего две группы, единственное число и множественное число, и в каждом из них всего два. А, this, этот, который рядом, these, ой, фу, that, sorry, that, сейчас я напишу другим цветом и пониже, that, это тот, который далеко. И нарисую сейчас на это отдельную майндкарту. Теперь множественное число. Коротенькая дорожка, these, эти, которые рядом, и those, это те, которые далеко. Выяснилось в процессе вообще моей работы, что люди, опять же, вот по базе провисают у людей, разницу между this, these, that и those вообще не ощущают в принципе. Значит, что к слову этих местоимений? Во-первых, эти местоимения могут использоваться не только в словосочетаниях, как эта машина, та машина, эти машины, те машины, не только. Они могут использоваться как подлежащие. Например, эта машина, там с глаголом to be, this is a car, а вон то дом, that is a house. Разница между русским и английским. Мы различаем только число. Мы никогда не используем слово тот и слово те, если это не противопоставление. Мы всегда говорим этот, даже если это далеко. Только когда говорим этот, тот, эти, те в противопоставлении. А так мы всегда говорим эти. Так, это что за люди? Хотя они там стоят где-то. А англоговорящий человек скажет, who are those people, вон те люди. These – это рядом, those – это далеко. Поэтому я всегда рисую такую смешную табличку, не табличку, даже какой-то рисуночек, чтобы было проще запомнить, потому что люди говорят, я не могу понять. Вот не могу я и все. Поэтому мы прибегаем отчасти к неким ассоциациям. Значит, смотрите, стоит парень, и рядышком стоит девочка. Такая красавица. Вот. У меня художник, тот еще. Так, смотрите, она рядом стоит, эта девочка, да? Он радуется, что девочка красивая стоит. Что надо делать, мальчики, чтобы девочку очаровать? Надо поулыбаться, да? И улыбаемся, this – это девочка, this. Но она же одна, то есть одна улыбка, одна девочка, одна улыбка. Значит, звук короткий, this. Одна девочка, одна улыбка. И улыбаемся, this. Теперь дальше, опять тот же парень, ну или другой парень. Девочка стоит далеко. Вот. Он видит, что она там тоже вполне себе ничего. Да. Но улыбаться ей бесполезно, она далеко. Что надо сделать? Надо дараться до нее. И это будет уже that. Помните, на e открываем рот. That, that, та девочка. Но она опять одна, тянуть звук не надо. That, он короткий. This рядом стоит, that, рот открыли, доорались до нее. Это понятно? Дальше. Опять стоит парень. И рядом стоят девчонки в сторонке. Платочки в руках теребят. Одна другой краши. Их много. И им тоже надо улыбаться. Здесь она была одна, поэтому this. А тут они вот так вот стоят, и он им всем улыбается, и лыбу вот так вот тянет. This улыбается. Поэтому улыбка должна быть практически вот такая. Пока он всем девчонкам поулыбается, звук должен быть длинный. This. Долго тянем звук. This. Дальше поехали. Опять стоит парень. Такой пикапер. Сейчас, секунду. Девчонок, дорисую. Вот тут будет долгий звук. И. Да. These. А здесь был коротенький. И. This. Одна девочка, одна улыбка. This. Много девочек. These. Одна девочка далеко. Орем ей. That. Много девочек. Смотрите, их две здесь. Почему две? Потому что надо кричать. Ау, девчонки. Those. Those. Два звука здесь звучит. Оу. Он кричит. Ау. Those. Итак, поехали. This. Это будет либо этот, либо это, либо это, без разницы к роду. В английском неважно, в каком роде. That. Либо тот, либо та, либо то. These. Эй, ти. И здесь уже род вообще как неважен. И. Those. Те. Да. Так понятнее? Прекрасно. Ну что, у нас 13.30. И идем подышать немножко, да? Так, перерыв 10 минут. Можете подойти и посмотреть еще майндкарты. Прекрасно. Продолжение следует...